Министр обороны России Сергей Шойгу пригрозил Украине нанести удары по так называемым центрам принятия решений за гипотетический обстрел территории России, а также аннексированного полуострова Крым. Мы обсудим эту тему далее с Владиславом Селезневым, военным обозревателем, полковником запаса. Владислав, здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Итак, Владислав, на кого рассчитано предупреждение Шойгу о возможных ударах, во-первых, вооруженных сил Украины? Ну или тут очень важно просто проанонсировать свои уже удары по этим центрам принятия решений, которые, в принципе, повода России и не нужны для этого? Я также задаюсь вопросом, на кого ориентирована эта алармистская риторика господина Шойгу. Ведь очевидно, что в соответствии с национальным законодательством Российской Федерации территориями Российской Федерации также являются территории Донецкой, Луганской области, Запорожской и Херсонской. Но, тем не менее, активные боевые действия с применением всего аспекта вооружения, в том числе и того вооружения, которое нам поставляется в рамках военно-технического сотрудничества от наших захватных партнеров, оно происходит. Но, тем не менее, россияне почему-то не обращают внимания, что прилетают в Садовску по железнодорожной станции партизаны, и как-то их это мало волнует. А вот Крым для них какая-то сакральная территория. Давайте все-таки определимся, все территории новопросоединенные, они являются субъектами Российской Федерации, или же это все-таки воспаленный бред Шойгу и его окружения, равно как и Владимира Путина и его окружения. Думаю, что в определенной степени Шойгу отыгрывает ту самую историю, которая сейчас является преобладающей в российском политикуме, ведь именно Крым является такой сакральной территорией для Владимира Путина. Ну а остальные территории, которые якобы вошли в состав Российской Федерации, они вроде как бы и есть, но их и нет. Ведь де-факто два областных центра, Запорожской и Херсонской областей, соответственно, не находятся под контролем российской оккупационной армии. И каких-либо даже видимых предпосылок к тому, что ситуация на поле боя может измениться, нет. Я достаточно с большим скепсисом смотрю и в принципе на возможность удержания российской оккупационной армии под своим контролем временно оккупированных Донецка и Луганска. Ну а что касаемо истории с освобождением Крыма и Севастополя от российской оккупации, я думаю, что тут вопрос лишь во времени. Ведь американский генерал Бен Ходжес абсолютно четко описал алгоритм необходимых действий, которые должны реализовать украинские силы обороны для того, чтобы в короткие сроки с минимальными потерями вычислить Крым от российских оккупантов. Действия эти элементарные. Используя высокоточные ракеты типа Штормшеду, нам необходимо разрушить Крымский мост. Ну а далее система методично уничтожать вражеские военные объекты, которые на территории Крыма журналисты и исследователи нашли порядка 220 позиций. Хотя за кулисами говорят, что вполне возможно, что в таких объектах в Крыму может быть до полутысячи. Владислав, слушайте, вот знаете, какая мысль пришла? Смотрите, едва ли не каждый день в Крыму звучат так называемые хлопки. Едва ли не каждый день оккупанты российские, коллаборанты отчитываются о сбитии неких дронов. Аккурат в преддверии путинского дня рождения в прошлом году был осуществлен то ли удар, то ли подрыв этого Керченского моста, так называемого ГО. И получается, что Шойгу, делая это заявление, по большому счету расписывается в том, что все это, это не дело рук Украины. Это Россия стреляет сама по себе. В определенной степени такая точка зрения имеет право на жизнь. Здесь я предлагаю уточнить более детально, когда именно случился подрыв в Крымском моста. Он случился 8 октября минувшего года, как раз на следующее утро после бурного отмечения Владимира Путина своего очередного дня рождения. Поэтому я думаю, что те процессы, которые происходят в Крыму, они совершенно не контролируются власти эквиваляйтеров и российской оккупационной власти. Ну хотя потому, что за месяц 6 недель уже трижды случались подрывы в железнодорожных путях. Причем эти пути крайне важны для военных действий. Именно через Крымский мост, через территорию Крымского полуострова пролегают основные железнодорожные маршруты, которые обеспечат в своевременной поставке всего то, что необходимо для российских оккупационных контингентов, действующих на юге Запорожской и на юге Херсонской областей. Поэтому, естественно, нервная реакция и Сергея Аксенова, и представителей российской оккупационной власти на эти процессы вполне логична. Ведь не имея стабильных поставок всего то, что необходимо для путинской армии, они не имеют возможности оперативно реагировать на те вызовы, с которыми они сталкиваются в рамках украинского контрнаступления. Нет ли попытки в этом месседже Шойгу, в том числе, возможно, где-то в какой-то мере создать определенную провокацию, такую громкую, не ту, о которой умалчивают, когда вооруженные силы Украины бьют по складам, по военной инфраструктуре, а такую какую-то действительно очень громкую, которая бы разошлась, что называется, по медиа российским, и вот на основании вот этой провокации как раз и устроить какой-нибудь из разряда возмездия, которое они любят обещать. Они очень много любят обещать, но крайне редко свои обещания притворяют жизнь. Не потому, что они такие, по сути, пацифисты, просто украинские силы обороны на этот счет имеют иные точки зрения и, соответственно, задействуют весь необходимый инструментарий для того, чтобы не допустить реализации тех или иных провокаций. Ведь мы помним недавнее заявление российского спикера Министерства убийств господина Коношенкова, который рассказывал о том, что был совершен недавно масштабный ракетный удар по центру принятия решения в Киеве. Были задействованы 6 кинжалов, 6 калибров. Да, мы видели результаты эффективной системы обеспечения безопасности в рамках противовоздушной обороны. Все ракеты были уничтожены, в том числе и такой себе вундерваффе, как ракеты-кинжал, гиперзвуковое оружие. Но, тем не менее, россияне отчитались, что все цели были поражены и, соответственно, миссия была выполнена. Я думаю, что ключевые спикеры от Российского Министерства обороны пытаются вернуть надежду в умы россиян, рассказывая о мнимых и нереальных победах российской же армии. Вы знаете, с вот этих красных линий уже даже смеются самые заядлые зрители российской пропаганды. И вот непонятно, почему российское военно-политическое руководство продолжает использовать эту риторику, ударим по центрам принятия решений. Они же ведь и так абсолютно неразборчиво, используя террористические методы, обстреливают мирные украинские города. Зачем это еще оправдывать какими-то ударами по центрам принятия решений? Как думаете? Коллеги, я думаю, что ключевое для российских военных, они в определенной степени действуют рационально, пытаясь уничтожить наши центры принятия решений, командные пункты, пункты управления и связи, равно как и крупные логистические центры, хабы и объекты. Но они совершенно при этом не обращают внимания на сопутствующие потери. Когда российских генералов, либо лично Путина, интересовало жертвы среди мирного населения Украины? Они не особо-то обращают внимания на потери среди граждан Российской Федерации, когда проводят определенные мероприятия по блокированию деятельности РДК и Легиона Свободы на территории Брянской, Горской и Белгородской областей. Вспомним историю в Воронском районе Белгородской области. Тогда российская авиация, артиллерия разнесла буквально в щепки около полутысячи зданий, в том числе школ, больниц, магазинов и иных объектов социально-культурного спектра. Пытаясь таким образом достичь цели уничтожить подразделения РДК и Легиона Свободы России, они, россияне, развалили фактически несколько сел, используя не очень высокоточную артиллерию и нанося удары реактивной системы залпового огня де-факто по площадям. Думаю, что и в этом смысле, пытаясь поразить важный военный объект или энергетический объект на территории Украины, российские оккупанты совершенно не обращают внимания на сопутствующие потери. Именно поэтому мы и трактуем действия путинской армии как ракетный террор. И думаю, что соответствующие правоохоронные структуры международного масштаба дадут соответствующую правовую оценку действия у Путина и его окружения в этом контексте. Вы упоминали уже о Крыме. Давайте немножко детальнее поговорим. Мы видели все укрепления, которые расположены на подступах к Крыму, на пути вооруженных сил Украины. Эти многоуровневые, эшелонированные заградительные сооружения, фортификационные сооружения. А как ситуация с ними в Крыму? Потому что мы видели фотографии каких-то окопов на пляже. Тяжело себе представить, что украинские вооруженные силы будут устраивать высадку, что называется, с моря. Но тем не менее, есть ли в Крыму еще такого рода тоже защитные сооружения? Много ли их там? Безусловно, вырыты целые линии окопов. Создано инженерное фортификационное сооружение на территории Сахско-Черноморского районов. Крыму – это западная часть Крыма. Россияне почему-то, правда, живут мыслями, что украинская армия способна провести морскую десантную операцию на этом направлении. Хотя я всякий раз задаю вопрос, а какими силами и средствами? Единственный большой десантливый корабль Константин Альшанский, который находился в составе военно-морских сил Украины, он был взят в плен еще в марте 2014 года, и с тех пор находится в российском плену в Севастополе. Иных технических средств для проведения такого рода операций у нас нет. Но, тем не менее, россияне используют средства военного бюджета, используют имуторесурсы, используют личный состав, чтобы создать эту глубоко эшелонированную оборону. Они минируют пляжи. Сейчас на территории Черноморского района, Сахского района, большое количество подступов к воде просто заблокировано. Колючей проволокой, специально предупреждающими табличками, мол, берег заминирован. И это создает серьезные проблемы, в том числе и для реализации потенциала Крыма как рекреационного региона. Но, тем не менее, россиян это не останавливает. В определенной степени иногда они даже действуют рационально, когда создают глубоко эшелонированную оборону на севере Крыма. Создавая не только многокилометровые траншеи, но и минируя подступы к ним противопехотными и противотанковыми минами. То есть в то самое время, когда бои еще идут на юге Херсонской и на юге Запорожской областей, россияне уже заранее думают, думают, что они прекрасно понимают перспективы развития украинского контрнаступления. И именно сейчас создают дополнительные инженерные и партификационные сооружения как на подступах к Крыму, так и непосредственно в северных районах Крыма. Спасибо вам, Владислав, что нашли возможность присоединиться к нам в эфир. Владислав Селезнев, военный обозреватель, полковник запаса был с нами. Мы обсуждали угрозы министра обороны России Шойгу о ударах якобы по центрам принятия решения. Очередные красные линии, которые нарисованы там, очевидно, тоже должны быть перейдены Украиной в этом случае. Очевидно, после этого последует удар. Ну, так пугает российская Минобороны. И о ситуации в Крыму с защитой и теми сооружениями, которые там создаются для того, чтобы помешать вооруженным силам Украины вернуть этот Крым и контроль над ней для территории Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова